у меня два компьютера у меня чат на втором мониторе я смотрю пока никто не пишет так друзья кстати как нас видно слышно на ю тубе тоже пожалуйста напишите андрей и дениса как слышно тоже напишите пожалуйста нормально слышно ли наши голоса ваши голоса я извиняюсь у меня просто прямой эфир вот буквально там закончился и я там тоже с человеком по зуму сразу соединился мы там тоже монетку одну закупали вот и в общем нагружен конкретно прям да сегодня все мне писали много кто купил монетку но и короче я потом дам инфу понял день не тэкс не они у тебя на бинате там нет они на бинате она сейчас только на при селе будет я ее взял немного там так но она вроде должна там нормально дать монетка такая достаточно скажу вкратце серьезно и короче там просто большие люди ее закупили и намного и она короче по нашим расчетам должна сделать прям очень хорошее количество иксов на протяжении там нескольких лет вплоть до 500 иксов даже так я шучу конечно может так столько не будет но я думаю что стайкс к иксам можно в общем подойти но даже если это будет от 200 процентов то это уже будет неплохо ну конечно конечно само собой так всем привет все слышно и видно отлично андрей тебя приветствуем так макс кэш присоединился привет какую монету идет речь пока сами не знаю пока только только володя или в клуб заходите у нас клубе бесплатно сегодня продавалась сигналы кстати на три монетки с утра давал нашим закрытом клубе слышно денис как обычно дует тархун у нас сейчас вообще такой катаклизм городе прошел прошел круче начался дождь потом все ночью замерзла утром пошел снег и вообще то то есть все машины там сантиметра два-три льдом покрыт то есть попасть там вообще минут 40 нарком колупался чтобы у вас машину все деревья попадали светом попе это некоторые района вообще без воды сидят без света без отопления потому что электричество везде все провода порушились деревьев просто ну все завалено ты сидишь по тротуару там как сказки дальше идешь и у тебя такие сосульки любну в леденцах все просто короче такой коллапс во владивостоке но почему не превышает вот уже там вроде как у нас вроде как на районе нормально света нет и отопление слушай меня впечатлил этот ролик с владивостока где мужику на машину бетонная бетау аккуратно звездой кстати стал сейчас ему ему там и люди начали пепе перекидывать там деньги на карту москве тоже один раз такое было вот как ты описываешь что короче все дождик пошел потом все заледенело и потом вот машина вообще не попадешь такой слой был неприятный приятная штука я скажу честно я за 37 лет такой первый раз вообще вижу ну я как бы так там когда ну там чуть-чуть чуть слой там ну когда по 2-3 сантиметра льда просто там машина просто как ледина стоит так весело так андрей крипостин пишет rose не знает название монетки что ли так салабаджо дмитрий хрипко пишет монета rose не знаю это у володи надо узнавать так у нас чат у нас весь видно будет все хорошо так что друзья давайте на начать пообсуждаем скоро у нас новый год сначала обсудим что произошло за эти два месяца что у нас стримов не было а что произошло а какие сканы были обитали он скаманул кстати что питали он проект такой был такой даже не его этот его активно качал не доктор или уже не доктор канал для такого тоже не знаю честно говоря мы с ним общались тоже и короче он стартанул там где-то в конце мая по моему и вот буквально на днях там все скам произошел ну да мы тут несколько человек зашли в смарт-контракт aurora aurora а я на мелочи зашел да и он там скаманул очень быстро буквально там сколько за пару слушаю меня тоже туда звали я прям тоже хотел вначале зайти а потом а я даже помню кто это назвал и короче я хорошо что не зашел туда сколько он проработал там меньше месяца получается там получается успели вывести только кто заходил на программ да на короткие две три потому что все на короткие залетели поэтому так получилось надо было один тарифный план делать просто еще они сделали для всех а вот трон трон чейн работает стабильно молодцы ну трон чейн да мы кстати вот наша команда вышла в безубыток у нас как раз до этого прямой эфир был с артуром ратнером по презентации трон чейна мы каждую неделю на моем канале проводим и сейчас там вообще конечно баланс сколько 19 миллионов 200 тысяч долларов он постоянно растет работает и короче наша команда уже все вышло без убыток у меня уже первый депозит работает 105 дней то есть пять дней как вот на полном пассиве там никого не приглашая все уже идет чистая прибыль и так вот вот но некоторые там 5 аккаунтов по 2 600 долларов и несколько аккаунтов у меня еще там несколько дней там три или четыре дня чтобы выйти без убыток то есть но можно уже поздравить я так думаю что команду что уже без убыток вышли 11 трон чейн они вообще сейчас в тренде смотрю то есть сейчас очень много раньше помнишь одно время мода такая прям хайп такой был именно на проекты на смарт-контракте на эфире сейчас на трон переходят и очень много появляется комиссии высокие поэтому вынуждены были на трон перейти до комиссии там очень высокие конский я бы сказал ну что также радует подъем курса битка да сколько сейчас кто смотрел биток не смотрел эфир смотрел там уже эфир пробил кстати более 500 долларов а я я сегодня смотрел на канале в telegram я публиковал пост и голосование был опрос пробьет ли к новому году эфириум 500 долларов и там было ну так короче опрос был такой человек 200 там или 300 проголосовала и 50 на 50 делилось то есть 50 процентов говорили что да будет 50 то что не будет но я голосовал что будет ну и соответственно вот сейчас он нас пробил так что я не жалею о том что я храню крипту в эфире и довольны ну и биток тоже там немного есть конечно но вот так так буду краток курс призм евгений казанцы спрашивает курс призм ну вчера по призм по мм призм проводили стрим с ярославом три часа я первый раз на такой стрим на три часа бы на три часа до я мы в три часа начали по моему мнению времени и 557 я закончил то есть внутри часа мы еще вещали а чё чё обсуждали то на протяжении трех мы просто вот да я не знаю как то так лайтово все получилось и ярослав калмаков там сквозь терник звездный канал такой нормальный собеседник мы как-то бам-бам-бам вопросов очень много было мы отвечали и там по призм и по ммм и это вообще просто много массу всего обсудили ну интересно было на самом деле так чтобы делать global intergold так ну по global intergold с марком и общался там такая ситуация перенесли конвертацию на 25 год это первое а второе то что сказали что в январе месяце вроде запустят какую-то биржу и на этой бирже можно будет продать свои ценные бумаги вот посмотрим что там получится из этого ну еще с ним созвонюсь и посмотрим так руслан галимов пишет трейдинг и создан на основе амир капитал тоже реальная компания какая еще раз трейдинг ты да андрей нет нет это я я там есть слава курбатов там как раз но они там тоже до торгуют деньгами нашему так что это по доходности поменьше да я смотрю у тебя отчеты там есть не еженедельный нет там цент не а это по трейдинг кейсу не отчеты не делаю но там где-то примерно 7-8 процентов в среднем выходит в месяц хотя они на сайтинг и подожди вова трейдинг кейс это тот то направление которое вы со словой курбатом развиваете правильно да нет у нас со славой курбатовым это фонд enterprise криптовалюта отдельно у нас там до 3-5 процентов а это трейдинг кейс этого славы запартнерился там как раз тоже с командой с ребят вот они там с ребятами они каждый день проводят прямые бой про проводят да у них планерки каждый день слава там коммерческий директор по моему не должность или коммерческий или что-то там в этом роде или ну короче по продвижению там по всему этому делу вот и ну там серьезный да ребят там состоят и нормально там тоже тема интересная что я там тоже есть как обстоят дела в известной компании финико регулярно я тоже не участвую меня тоже все зовут там до сих пор ну соответственно я считаю что на мой взгляд конечно заходить уже опасненько хотя могу ошибаться и финика может там и новый год может нарушить вообще все законы да вполне то есть у них нет никаких проблем я там общался с ребятами не в этом там несу просто сумками можно понесу да у них нести то начали вот относительно недавно то есть они тоже как скажем так в партизанском режиме работали там первые может быть полгода у них где-то может быть полгода или что там в этом роде только началась такая движуха прямо интересно когда понесли такие серьезные вклады и вклады там и депозиты там начали делать все остальное квартиры вкладываться в машины поэтому там возможно может быть скажем так старт начался полгода так что шанс есть что они там еще новый год переживут и дальше там пойдут но в любом случае я вот много раз там говорил тут тоже вот на на той неделе мы там общались там с людьми из клуба меня тоже звонили ребята по поводу тоже финика там интересовались там почему ты там считаешь что финика там у них нереальная деятельность или почему это там пирает почему это пирамида вот я говорю но вот смотрите финика заявляет что насколько я знаю что они там по торгуют криптовалюты да если я не ошибаюсь на бирже и трейдингом занимаются и делают на бирже получается около 30 процентов то есть они там графики там доходы свои скидывают и все остальное вот наш фонд сравнить со славой курбатовым я не помню я делал такую аналогию не или нет но я сделаю еще раз вот у нас фонде мы торгуем деньгами слова точнее этим занимается моими там своими у меня у слова там тоже больше миллиона рублей сейчас крутится нашем фонде славины там тоже деньги и всех наших партнеров то есть там у нас где-то около 70 человек сейчас закрытого клуба и так далее то есть как делает слова он в день берет небольшую сумму денег от части денег которые у нас есть пусть он торгует не полностью всем портфелем денег потому что это очень опасно ты там войдешь в эфир допустим сейчас сделку на 30 завтра да ты войдешь сделку на 80 процентов от банка или от 100 а он 350 и ты соответственно лапу будешь сосать это вообще огромный если тебе фиксировать убыток то это короче большой отток денег тебе где-то их надо брать чтобы выплачивать людям поэтому слава берет где-то там 10-15 процентов от банка допустим есть 100 тысяч долларов я так грубо выражаюсь то есть он берет 15 тысяч долларов или там 10 или 5 тысяч долларов и на эту сумму там участвует в трейдинге да торгуют ими и в сутки получается вот у нас там от 0,1 процента в сутки 0,1 там 0,2 там и 0,3 процента считается от всей суммы которая есть да и ты вот один 0,1 процента в неделю это получается 0,7 процентов до примерно 0,8 там за четыре недели соответственно то ближе к трем процентам выходит 3-4 процента но никак не 30 не 40 слова тоже мог бы а давайте-ка я сейчас шашки буду махать и буду короче всем банку нашим короче это рубить а потом займемся распределением а это в день можно делать вообще не вопрос там и 2 и 3 процента а сейчас на таком рынке вот у нас сколько там bitcoin за сегодня за сутки вырос они за 7 дней на 15 целых 85 процента или за 24 часа на 3 целых 63 процента то есть за сутки можно было заработать кто поставил на рост биткойна за сутки 36 процента то есть месяц мы умножаем там на 30 дней получается там неплохая сумма 90 процентов даже больше этому это так да но если ты всем банком идешь ва-банк и ставишь на такой сигнал то ты короче рискуешь вообще деньгами а если ты берешь кусочками то 53 процента 5 или там ну максимум вот у нас трейдеры есть знакомые которые на фондовом рынке торгуют вот они говорят там внутри 5 процента это считается вообще очень хорошо если ты там за месяц сделал даже с крупной суммы или там ну 10 это прям все это жизнь удалось но никак не тридцать процентов как там дает финик это надо быть каким роботом чтобы каждый день рейла ты еще не занимается еще партнерская программа бонусы статусы партнерская да ну там конечно но у них там и вклады по моему начинаются от 3000 долларов если не ошибаюсь да или уже 10 или еще 3 ну вот 10 или 3 это понятное дело что они отсели мелких вот этих нытиков инвесторов там который там и за 10 долларов и за 100 потом удавиться и буду там во всех чатах вот эти вот хейтеры малолетние но это правильно и со стороны как админа проекта то есть ты изначально по 1000 то есть потом те кто зашли по тысячи им платят те кто заходили по тысячи по 10 то есть это тоже правильно да конечно правильная стратегия я еще расскажу друзья я против финика ничего не имею но просто вот я там недавно в инстаграме на той неделе тоже ролик записывал про сетевиков про два типа их на самом деле надо было три типа назвать то есть сетевики нормальные правильные до сетевики которые называют вещи своими именами то есть мы участвуем друзья там хайп проекте да то есть это хайп тут есть такая легенда можно легенду там читать можно не читать есть риски огромные это интернет бизнес это большие риски что ты потеряешь деньги там правило сей там делаешь и так далее это правильные сетевики потом два вида сетевиков то есть еще один вид сетевиков которые которые с розовыми очками то есть они все называют компаниями у них там все там неважно там даже они там десяток таких проектов пройдут хайп проектов но они в каждом будут там с пены у рта доказывают что это что эта компания да и что там это будет работать там десятилетиями годами вот как эти фанаты физики финика или фанаты призма которые вот были там свое время там которые там все у них аж пена изо рта там лилась что там что-нибудь скажи про призму тебя там вообще разорвут на куски короче где-нибудь я тоже такой прямой эфир там у себя в этом на канале проводил вот пожалел что его там вообще для у сразу выключил к понеслась вот это вот с теми фанатами там все там про ммм призмы там проводили там прямой эфир и там подключились вот эти вот шизофреники которые там а призму там вот партнерку там это там все вот я могу говорю ну вы понимаете что ммм призм это хайп проект это хайп и здесь вот ну зашел заработал огнем тогда мы шаги же прямо написано что это касса взаимопомощь аж разумопомощь нет ниоткуда деньги не приходит только и только из новых людей для них это тоже для них это ну святая святых что там надо там все это призму пойдет наверх и что тут надо короче там все сделать что это будет работать у них там годами если там все там к этому относиться хорошо если партнерку мы не будем там грабительский там это все тратить на этих на этих короче на активных лидеров не будем там это все растрачивать то есть там ограничения какие там они сделали то есть ты сто пятьдесят тысяч монет да вот у меня тоже и вот я и тоже говорю а зачем мне нахрен этот вообще ммм призм качать если я больше не могу короче оттуда вывести парчера проводили стрим с ярославом у нас не было никаких фанатиков то есть у нас такой позитивный такой призм стрим был мы по признакам и по ммм и как раз тоже поднимали вот эту тему то есть одной стороны да это хорошо это там не нагружает сильно кассу но если это мощный лидер примеру там те которые были ванкой они явно не пойдут ммм качать потому что ну выводить по этому курсу тысячу долларов в месяц как бы это вообще не то потому что они сутки могут там тысячу долларов зарабатывать или там даже не тысячу это там ты зашел вот у меня депозит 100 тысяч монет максимально то есть я могу 130 тысяч своих денег вывести и 20 каких-то там вообще 20 тысяч монет по сегодняшнему курсу это там даже 15 неправильно была стратегия там надо было депозит свой меньше делать я что же хотел сотку завести а потом завел сначала 10 проверил все нормально мне понравилось потом что-то хотел сотку завести но завел 40 но в итоге 50 вывожу как бы это свои и сотка мне по партнерке приходит ну вот видишь я не правильно там не пробит и там два-три дня мне приходится ждать чтобы потом вывести там то что мне накопилось а как-то два-три дня если там за месяц 150 до за месяц но у тебя там допустим к примеру там 10 числа у тебя там все ты вот до 10 числа ты там от 10 до 10 тебя 150 ты вывел уже все тебе приходится несколько дней ждать у тебя соответственно там допустим а ты допустим 10 там выводил прошлого месяца у тебя там хлоп 11 12 пошло и у ты можешь опять по новой выводить то что у тебя там накопилось но в любом случае ну когда это все накопится у тебя будет к эта часть которую ты вывести просто не сможешь ну да у меня так и есть и вот у меня вопрос вот каким вообще кто это все дело от а лидеры чем там делать ну вот мне я мне лично интересно смотри ты можешь сделать следующим образом ты можешь просто до без убытка допустим там три месяца просидел свой депозит по вытаскивал то есть ты уже без убытки а потом просто партнерку вытаскиваешь все у тебя депозит висит просто твой там до который ты оставил его грубо говоря остальное там уже выводишь как-то так как-то депозит у меня же в любом случае надо деньги то нет если он у тебя сработал уже там ты у тебя стоит он уже на очереди ты можешь его там вывести грубо говоря нет ты не оплатил следующий депозит у тебя отработал твой там 100 допустим у тебя было 100 стало 130 ты можешь вывести если ты опять заведешь ордер на 100 создашь и 50 оплатишь вот чтобы вывести 130 ну короче у тебя уже как бы перебор идет и ты уже свои там 100 забрал там который ты закинул да изначально ты можешь вообще просто оставить там не выводить партнер как на а выводить партнер да да такое можно тоже ну тоже кстати вариант неплохой так или и 2 депозит короче можно было второй аккаунте создать я знаю но я сейчас уже это вот у меня нету желания больше лучше я больше ролики писать не буду пока не лимит не увеличит я короче нет они тоже да там то есть сначала там десятник ты потом там сотник там тысячник опять же nokia и ладно ты стал тысяч никому там тебя капает там 500 тысяч монет а ты вывести их не можешь смысл смысл тысяч ником там подобный поэтому здесь не знаю на жену аккаунт завел там тоже десятником стал понял я простивил вопрос с учетом текущего парамайнинга какая доходность паровозе там рай клубе это что-то в районе пяти шести процентов там небольшая а в рой клубе я не знаю оттуда вывел все а ты вывел а я нет я оставил я сейчас кстати там у меня очень нормально 100 монет всего оставил полоте я все вглядываю что у тебя за плакат на стиге висит цветов не плакат это картина вообще-то но это я заказывал у меня дизайнеру есть который я с кем работаю много лет и вот и что там изображено просто далеко не видно там изображено ну это лозунг создай игру для игроков и там мой логотип ну и там все остальное я вижу наверху вертолеты летят золотые вертолеты самолеты яхты машины а красное то что такое красный круг красный просто там город статуи и все остальное ну надо просто не знаю снимать долго просто поднести что ты хотел передать это концепция как раз твоего клуба заработана концепция вообще моя создай игру для игроков то есть я создаю игру для тех кто со мной играет деньги да смотри создай это призыв то есть ты призываешь каждого участвовать создание нет я создаю игру а так так бы и написал я создал игру для игроков вот так написано ребят вопрос тут тоже так есть кто зашел сайкликс консервативные реальные проекты в топе кстати мне его присылали кто-то мне предлагал его я забил на ютубе посмотрел там примерно так же как по мир капитал получается одного блогера смотрел он говорит ну проект я думаю ну раз проект тогда пусть в мире буду сидеть все в него достаточно кстати на этой неделе заходил в мир капитал у них там каждую неделю проходит этот как он называется ну зум не зум на ютубе прямой эфир кстати они все грамотно сделано у них там выходит трейдер который начинает там анализ делать там час эфиром через битком происходит люди ему пишут прям чате спрашивают там про культ монету он диапазон делают допустим там что будет там с риплом на протяжении недели и этот трейдер сидит там дает какой-то там свой анализ и дает какие-то рекомендации то есть так все достаточно интересно на самом деле все сделано поэтому сейчас я понимаю почему там многие уверены что все нормально реально компании так далее ну я честно я не знаю как бы я все равно отношусь как проекту но если окажется компания я буду только рад если окажется мне не будет разочарования ну я понимаю что с таким процентом можно работать это ты про какой-нибудь промерка она промерли там тоже есть на там тоже в принципе уже неплохой депозит короче в 21000 долларов у меня сейчас ну не у меня 11 ну и вот все но я там несколько обзоров писал я с февраля по моему там сижу или с января но мама хороший проект мне нравится а все нормально да да сложный процент этот он вообще там реально чудеса ты плюс еще и работает то что криптовалюта и еще плюс то что можно вывести в любой момент то есть захотел поставил на вывод понедельник тебе там обработали заявку в течение я вот сегодня выводил вчера выводил то есть ну вообще классно ты партнерские выводишь дать мне там надо было просто там полтора фирчика и я не пришлось их вывести там не знаю как там бакса 150 было я выводил сегодня тоже продавал на сегодня тоже много чего продал чтобы вот в эту монету зайти короче там много чего послевал я короче зашел в нее на 10 тысяч долларов нормально жирненько слушай вова ты слышал этот зашел дау консенсус тоже не по доллару заходил но я тоже по доллару это жапонс но у них карты есть но они такие же как тузыму на тузыму сейчас меня вообще прям разочаровал ты видел что там происходит номер он еще не пришли которые должны были еще летом да уже там больше трех месяцев нашли 1 2 короче сейчас ты приходишь магазин оплачиваешь булку хлеба которая стоит 20 рублей и 0 25 евро платишь за просто за транзакцию да ладно я тебе говорю я сейчас даже сижу и думаю эта карта нужна я сейчас жду карты в тик сказали что там не появится вот если там будут нормальные условия получше то я тогда туда зайду на карты именно но я знаю мы тоже вот в ту зиму не разочаровались честно говоря но мы его ждем мы в антаросе заказали кстати карты кстати я видел там тоже да что там какие там ну не хорошие условия я не знаю но у них пока там все вот так в таком сыром виде мы там блюдо антарес если аскантарес скаманет то все бабки которые есть на карте тоже нет ни 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 там у них отдельный как там мышь по мы так бы не заказывали то есть у них они отдельные они с кем-то законы варим закон да законнектились то есть даже если скам антарес произойдет то карта все равно будет работать непосредственно но если такой вариант какие там условия там по комиссиям по обслуживанию слушаю я вот честно говоря не не помню потому что я уже неделю может полторы назад прямой эфир закрытом клубе проводил для ребят рассказывал все условия но там вкратце если то там можно выводить в месяц с одной карточки 20 тысяч долларов в сутки я уж не помню то ли две тысячи то лишь что-то там в этом роде ну короче нормально там никак не комиссии там тоже маленький где-то там по-моему вот не помню кто из клуба пожалуйста напишите а в этом youtube канале кто-то зайдет напишите какие комиссии кто помнит но там немного то есть по сравнению с тузыму нам там в два ли в три раза не меньше то есть это надо вас тоже изучить потому что я видел я буквально вот недавно но усилился просто я сидел и думаю а куда ну как бы кубе тэк антарес тик амир капитал ну и наверное все но в кубик я не пошел а в антаресе и так был и я усилился еще в антаресе сейчас у меня там ну небольшая сумма 2000 долларов работает но в принципе я доволен но и в основном этом на пассиве потому что я с самого начала его как-то особо не качал что-то как-то в него не поверил сейчас вижу что там реально все этом тогда ладно зайду так обзорчики запишу пару штук посмотрим да мы кстати тоже не не хотели идти на второй круг но мы зашли тоже вот с вкладом но мы на один аккаунт сбросились там по 10 тысяч долларов тоже вот у нас 20 тысяч долларов крутится зашли на второй круг на ту же сумму как мы заходили на 1 а на первом у нас все полностью депозиты отработали принесли нам 210 процентов то есть 10 тысяч долларов 21 тысяч долларов и за раз вы зашли значит уверенно что новый год он переживет да я думаю это он без проблем доживет вообще я думаю да я с ребятами даже блогерами тоже общался они говорят да говорит вот говорит вообще без проблем протянет должно все нормально они грамм ударовцы то есть они одну программу запустили вторую программу запустили это реинвесты новые бабки нормально карточки придумали всякие там акции они вообще они молодцы то есть они смотрят что появляется в других проектах понимаешь что люди пойдут туда на эти инструменты они хлоп у себя вкручивают люди сюда же тащат бабки то есть они отсюда выводят сюда же заводят молодцы машины там у нас люди вот в клубе у нас несколько людей кто машины купил по их программе по антарас и по финика у нас есть кто в клубе купил эти по авто программе а к нам приходил кстати рустам мухаммед галиев ну наверно знаете да я видел это видео кстати нашумело очень сильно по финикам когда он сказал что я с фиником выхожу перехожу в антарас на что-то поздно уже ничего сказать нельзя людям прям вырезка была вот из вашего стрима где он как раз свои мысли наносит ну как думает так и говорит мозг когда человек думать человек у каждого человека там свои мысли да кто-то говорит кто-то не говорит так давайте дальше просмотрим так руслан галимов пишет реальные это видимо по вопросу а мир капитал да реально я буду доволен еще раз говорю я отношусь все равно как проекту осознавая риски и если он нарушит эти правила я буду только рад а если окажется проектом у меня не будет разочарования то есть то что да вот я поверила оказывается финика 90 процентов говорят делают о каких ты говоришь там 7 процентов 0 7 в неделю в месяц у них трейдеры там хорошие просмотрю тоже за ними так руслан пишет от приходящих делают невозможно так флешбеки из вьетнама это видимо ммм что это имелось ввиду так отчетность за неделю проходит каждый понедельник память это видимо ветеран вьетнамской войны вспоминает так как вы относитесь к тем блогерам кто развивает до последнего финика например пока инвест лида краснова пишет ну а если проект работает и платит пусть развивает тоже против ну да тут же не знаешь когда там админы будут скам там делать кто просто есть не знаю там предположение и наши какие-то там мысли а это может быть работать я еще раз говорю там мы больше года может быть и кэшбэри переплюнет там я единственная господа вот если меня кто-то слышит из компании финика я никто из нас по сути не является инвесторами сейчас задам один вопрос если знаете на него ответ пожалуйста напишите в комментариях я ну я думаю и дэнс володи тоже черпают информацию по проектам с известного сайта ммгп так вот если я нахожу информацию по финика на форуме ммгп там как-то странно написано дата старта финика читаю старт проекта ноябрь 2018 года как крауд инвестинг платформа а с мая 2019 года как автоматизированная система генерации прибыли я так понимаю в том виде в котором она существует сейчас и вот исходя из этого не очень понятно а сколько вообще существует то ли отсчитывать с ноября 2018 года значит два года уже либо с мая 2019 года тогда где-то полтора года кто знает кто может пояснить напишите в комментариях так но меня туда приглашал паша кстати пока инвест мы с ним стать в хорошем отношении поэтому ничего не говорить да он меня приглашал в том году после скама l7 трейд это сентябрь месяц где-то или вот во время он мне там что-то накидывал поэтому но я что-то не зашел я тогда что-то как-то хайп и как раз перерыв взял лицевана и я как чтобы не заходил потом после нового года только начал уже там присматриваться что-то поэтому ну пока работает здорово но полтора года это уже солидный срок они там очень много людей которые вот которые на старте зашли даже на пассиве там вообще нормально кто-то на партнерке там вообще кардинально жизнь изменить поэтому таких вот проектов на самом деле вот тут же не угадаешь на старте какой проект отстрели так нет там тем более вот давайте вспомним просто этот момент да по весь 8 весь 19 год вообще не было нормальных проектов ну по большому счету ну там одна шляпа была просто быстро скамы там все бам-бам и все но единицы там был этом или 7 трейд хорошо там поработал биту битом но опять же битве тоже не особо как бы потому что сколько они по большому счету там кто в августе заходят и вам всего заходил до в январе у них уже проблемы начались то есть за полгода буквально кто успел там еще зашел а те кто перед новым годом они уже потеряли вот а финих вот единственный проект который но действительно там хорошо дал заработать и дает до сих пор зарабатывать людям поэтому это классно и вот что самое на страшное там да но на двадцать первом году там те проекты которые сейчас они возможно уйдут уже никуда и потом наверно 5 будет такая же череда в года полтора одних какие-то скамы бабло сборы и ничего нормального путевого нет которая действительно даже если имеет какой-то потенциал вообще просто черта работать не будет здесь вот потом появится опять какой-то проект и вот его надо будет не пропустить просто залететь и хорошенечко качнуть да вот но мы ждем тоже на рынке пока честно скажу что ничего интересного нету вот только вот старые мы дорабатываем это фильм финика что у нас там антарас бай такс до 5 декляр я есть там у меня это же на пассиве я особо его не качал то есть у меня там структура очень маленькая депозит тоже там в пару тысяч долларов уже я в плюс давно вышел команда тоже плюс там зашел там человек 30 у меня вот так что в принципе неплохой проект но не знаю вот что-то уметь так не очень зашел как по качу но мы силы на бай так снасть на самом деле кинули потому что там такой же бинар также как и в кубе течи там не силы просто биржа данного силы не стали растрачивать на два направления мы кубе теч так зашли на пассив скажем так байтекс мы раскачивали у нас там тоже правая нога ушла там вообще больше чем на 300 тысяч долларов у меня в этом антарасе сейчас в одной ноге там уже в районе там 250 300 тысяч на видео так примерно но иначе не хочу да я не хочу а у меня понимаешь если ты за самый старт прозевал эту всю аудиторию разобрали то уже потом тяжело когда уже все как бы там да и там ну как бы ты уже усиливаешься но я второй каусе завел просто там поставил на два тарифа зашел на лайн и на и на бинар так вот как раз вопрос задавал по кубе теку ну вот наверное ответили да так всем привет а кто скажет по поводу крипто юнита андрея хорватова кто-то в теме по этому токеновой компании какие ваши выводы я слышал про него но я не заходил я там есть у нас у меня все хорошо там все нормально меня там 200 тысяч этих крипто юнитов и ну команду тоже там не строил но такое интересное направление тоже серьезно достаточно вот оно консервативное то есть там не будет таких процентов как в хайпах там 30 месяц там где-то будет как типа в life is good я так понял это где-то там 20-30 процентов в год акциям которые у тебя есть кстати волат и есть да конечно на слушал о том что там сейчас для снгшников выводов нет но на карте были и что-то сейчас там должны были открыть 15 ноября по моему мне андрей скидывал информацию я на что сказал что там все нормально там можно же через обменник пока все делать и я я даму сказал у меня есть партнер в европе он на этой неделе на карту вывел вот эта фирменная карта по и про то есть для иностранцев и вот работает а вот для россиян но ты андрей ты вообще куда через карточку выводишь если с life is good и ты вообще выводишь деньги с life is good или а выводил прямо на банковскую карту пока вы на свою или на пейпро ну а потом появилось объявление сначала до 15 ноября потом сдвинули кому я понял но подождем у нас еще время есть все хорошо но через обменники там все работает можно все там продать вывести все сделать на любую карту тоже практически мишутки привет антарес не поздно входить крупной суммой он володя зашел этот момент это не поздно наверное но я не знаю усилился не знаю еще три месяца три месяца без убыток потом уже чистая прибыль на мой взгляд что еще шанс заработать там есть но тут тоже надо понимать что все относительно крупной суммой для кого-то 100 долларов крупная сумма для кого-то 1000 для кого-то 10 тысяч нужно понимать я предполагаю что до лета прям такой пессимистичный расклад там никаких проблем не должно быть но мое мнение такое в антаресе ну да у моего тоже присоединяюсь ну то есть я вообще вот честно и депозит дело вообще не переживаю то есть то есть есть проектов которые сделал и вот просто сидишь каждый день такой ну что там будет не будет будет не будет работает сайт не работает вот есть такие вот в этом как бы я вообще спокоен но это не не лакмусовая бумажка потому что принимать решение заходить или нет так что думайте сами конечно да и не забывайте что новый год скоро через горами но сейчас наверное опасно заходить все-таки какие-то такие не ну небольшие некрупные проекты не шумящие наверное вот те кто сейчас будут админы там писать блички там здрасте можно там с вами посотрудничать наверно таких лучше направлений пока отказывался сейчас леток и зима как раз вот новый год мне кажется вот там вот будут жестко брить тем более вся аудитория все лидеры они вообще все вот в этих там проектах в кубике в антаресе финика в тике соответственно приток там будет зависеть там только не знают ютуба грубо говоря и мне кажется шансы не поработать там минимально поэтому надо сейчас тоже очень аккуратно и обходить стороной такие моменты так настолько столько же всего написали я сейчас больше честно говоря консервативу так перехожу на такие инструменты типа вот как раз где маленькие проценты и плюс в акции в облигации не знаю как ты этот рынок не рассматривали еще нет я не рассматривал мне на самом деле у меня есть один партнер который сейчас вот именно тиньковым там вот эти вот у них на брокер какой-то там что-то я в этом ничего не понимаю поэтому я даже да я понимаю просто то что можно было купить bitcoin в марте по 3000 долларов сейчас он 18 стоит ну грубо говоря вот здесь вот я понимаю да я могу просто там даже имеет 100 долларов на счету я могу как бы просто купил на бирже да потом продал да и как бы ты своих сыпьем а там то есть мне кажется что это вообще какой-то темный лес там надо разбираться куда что покупать следить там что там у нас выросло что у нас пошло вниз за новостями а я об этом не понимаю поэтому мне как-то ну я не знаю то есть крипто я понимаю что она вот сейчас было 20 тысяч долларов до упала я понимал что рано или поздно я не знаю сколько там лет прошло бы но все равно 20 будет и будет в больше то есть это я прям уверен но на сто процентов просто не знаешь какой промежуток времени до пройдет а вот там вот можно что-нибудь купить это вообще не вырастет никогда просто и поэтому это вообще не я просто ничего не понимаю вот и просто чтобы понять надо просто в это не вникнуть я вот уже четвертое обучение я сейчас покупаю прохожу как раз по инвестиции в акции в облигации на самом деле эти скажу что там проще все паре на репу ничего там сложного нету и там тоже самое то есть там bitcoin допустим это там я не знаю там сравнить это ну не знаю какой компания apple допустим это тебе bitcoin который тоже там растет но и так конечно можно получше что-нибудь найти допустим если ты хочешь больше процентов не как там акции там облигации где ну там 20 процентов в год или там чуть поменьше по облигациям там вообще там 5 6 7 процентов но зависимость там европейский это там американский рынок и так далее или российский и есть еще айпио вот я сейчас в пиошки захожу айпиошки это такие же айси ошки вот как у нас были до в семнадцатом году то есть первичное размещение акций на бирже там уже ты сразу участвуешь перед тем как компания там выставляется на биржу то есть она все принимает решение что они там выпускают свои акции и на этой теме ты зарабатываешь сразу если сравнить с биткойном или там с альткойнами иксы то есть они только выходят на бирже если ты грамотные или сигналы покупаешь или там с кем-то там сотрудничаешь или сам делаешь анализ там подписываешься на каналы на основные какие-то там по и пиошкам по новостям и все тоже также смотришь и можешь также сделки в эти заходить но там тоже пальцем небо лучше конечно сотрудничать кто на первоначальном этапе кто в этом разбирается и все ты заходишь раз тебе компания после выхода на биржу может дать там и 18 процентов и 30 и 80 процентов и 100 и так далее но там вот в пиошки если заходить то там с крупной суммы то есть там допустим на фридом финансе на брокере есть разные брокеры есть тинькофф там сбербанк инвестиции да да фридом финанс вот я сейчас как раз с вами сидел разговаривал сейчас мне пришли эсэмэски с кем я с компанией реголит сотрудничаю они за меня из-за того что я с ними заключил договор контракт там все они за меня вот эти вот выпивошки заходят то есть я свои деньги завел на брокера то есть они к моим деньгам не имеет никакого отношения они просто я по айпи как вот на бинате есть api да то есть я им дал доступ то что они могут мои ну участвовать сделок не покупать даже то есть они заявку подают от меня что участвуем мы в такой-то ipo на такую-то сумму то есть только участие я эсэмэска мне приходит эсэмэс вот я сидел сейчас 4 подтвердил там сделки они мне акции купили кое-каких кстати фридом финанса я сам который хотел купить и вот выпивошка если мы заходим то раз мне приходит эсэмэс они сами делают аналитику то есть я туда не лезу я в этом тоже не разбираюсь денис куда там какие а пивошки как заходить для меня это пока тоже тело лезь но я нашел людей кто в этого разбирается понимаешь они берут они берут там 20-30 процентов вот да то есть они в сделку заходят допустим на тысячу долларов тысячу ты сверху там делаешь вот ты 300 долларов там им раз отстегнул потом все они потом следующий анализ делают если не хочешь так можешь сам участвовать тоже на freedom финанс также на брокере заходишь но там уже в некоторых сделках без них не поучаствовать что есть там квалификация инвестора нужно или там еще там сумма допустим вот сейчас будет кстати а пивошка по озону озон знаете магазин вот сейчас по нему будет на тинькове на брокере а пивошка скоро вот я тоже наверно буду участвовать но там вход от пяти с половиной тысяч долларов чтобы зайти в сделку чтобы купить этих акций первоначально на рынке но эти акции так как магазин крупный то есть те знают про озон правильно вот озон это тот же самый там допустим bitcoin то есть ты эти акции купил на рынке изначально на пять с половиной тысяч долларов и ты с них можешь я так но думаю там 50 100 процентов они точно сделают понимаешь а это если мы с рынком сравниваем даже вот с life is good до андрей то есть life is good дает там в год заплечиванием сколько там 40 процентов примерно примерно да то здесь ты можешь за одну сделку на этом же рынке то есть ты не участвуешь хайпах ты не участвуешь пирамидах ты там короче то риски здесь минимальные вообще они реальные да ты только рискуешь тем что эта компания будет после выхода на биржу она может ну плюс не сделать может убыточные быть вероятность что вместо прибыли ну вот я с ребятами с этими сотрудничаю у них они пять лет уже этим занимается делают анализ у них вот за три года средняя арифметическая если взять то есть у них сейчас я даже если интересно могу показать какая у них со три года была короче азарт год интересно сейчас демонстрация кроме сделала давай так ждем демонстрацию пока нету да я знаю сейчас будет появилась так видно реголит про да ну вот я сейчас презентацию открою сейчас тут просто покажу вот статистику значит у них что у них было то есть до 16 год они это вот с капитализации вот за целый год то есть если ты вкладываешь допустим 10 тысяч долларов то тебя через год вот по 16 год это было бы 20 20 тысяч восемьсот долларов то есть это капитализация ну то есть осиошка сделала проценты потом она прибавилась к той сумме вот это вот сумма которую ты завел и так вот у тебя с осиошки на осиошки капает короче с реинвестом из капитализации за 2016 год по и пиошкам это сто восемь процентов за причем эти все цифры можно проверить у них там есть полный отчет по с тем сделкам которые у них проходили сколько процентов они сделали там когда продали там когда купили тогда еще и минус те 30 процентов которые они себе забирают да да минус 30 процентов которые забирают прирост депозита за семнадцатый небольшой 50 процентов но это вот примерно как в life is good за год семнадцатый ой восемнадцатый год это сто сорок шесть процентов девятнадцатый год это двести семьдесят процентов и 20 год он еще не закончился но сейчас вот тут статистика они показывали вот я презентацию ой точнее к нам приходила один из основателей я с ним прямой эфир на канале у меня есть александр вот он показывал уже там сколько там получалось сто пятнадцать процентов это без двух месяцев получается ноябрь и декабрь но там еще прибавится может быть еще там процентов 15-20 то есть это сто тридцать процентов может сто тридцать пять будет за год вот на среднем относительно рисков ну то есть ты знаешь что твои деньги реально работать не распределение идет какое-то да у них короче даже с банком то это вообще рядом просто не стояла ну да и тут получается что риски минимальные деньги у тебя на балансе то есть они к ним не имеют отношения и среднее арифметическое за год это сто процентов вот если могу здесь вот пять лет за это возьмем то есть это сто процентов в год тебе депозит твой будет усиливаться за год вот на такой процент а вы я кстати вот момент или как это да ну ты вот у тебя деньги на брокер я сейчас могу но там правда есть одна вот есть но если ты с российским брокером работаешь если точнее если ты счет открываешь там в этом freedom финанс можно открыть три счета это кипр это российская юридикция и еще там какая-то вот у меня что пока кипр открыт там короче до 15 тысяч долларов ты можешь не подтверждать свои доходы а потом после 15 тысяч ты уже переходишь на российскую юрисдикцию то есть на российский счет на кипре ты сам платишь налоги но по российскому законодательству декларацию там подаешь и так далее причем там все учит тебя как это делать в этом в российском если в российской юрисдикции счет открываешь что они сами за тебя брокер платит налог там 13 процентов но даже с этим налогом все равно понимаешь это это реальность это то что есть то что он был они сделали допустим с 10 тысяч долларов грубо говоря 20 100 процентов до получается с этой десятки ты оплатишь 3000 долларов брокеру 13 процентов с этим и ты уже вычитаешь там по-моему вычитать это уже чистый это уже чистый до 1300 ты оплатишь налогов и выведешь 8700 ну да и десятку оставила 8700 да я хотел понятно сколько там минимальный вход получается ну вот они вообще работали только там несколько лет с крупными инвесторами только с большими там вкладами там двадцать тридцать тысяч долларов но между собой они там все это делали и вот последний наверно год они снизили планку для мелких инвесторов там инвестиции от 4000 долларов вот я как раз позавчера завел на брокерский счет 4000 долларов на freedom finance да это брокер у которого кстати есть свой банк у нас во всех городах и тут я запросе открывал извините чисто яндекс популярные запросы которые короче я просто хотел показать сколько это вообще приносило бы вот я сейчас прямые эфиры в клубе провожу чтобы у людей менялась уже трансформация с хайповые вот этой темы где ты там гонишься за бешенными процентами но в конечном итоге ты там через 5 10 хайп ты теряешь деньги да в одном выиграл в другом выиграл в третьем проиграл в четвертом выиграл потом куда-то зашел и все равно слил или ты когда работаешь с консервативными инструментами и у тебя получается так что если ты выбираешь грамотные инструменты которые работают годами и десятилетиями тот на этом ты выигрываешь а таких инструментов поверьте друзья их на рынке достаточно много я только вот знаю у меня вот сейчас уже где-то около 10 инструментов и в клубе вот сейчас бип-клиентам у нас там с нового года буду я давать только вот такие это классный инструмент да и конечно я считаю что но если заниматься заработком в интернете инвестициями то есть что конечно тоже надо добавить но допустим если у человека есть 1000 долларов но во-первых он туда не сможет попасть ему проще просто купить того же эфира или битка положить на бирже и ждать тот же самый и за год можно будет примерно также заработать но этот но я же не говорю только здесь я говорю что такие инструменты должны быть в портфеле но и или это как фундамент вот как мы с тобой помнишь андрей встречались когда декабре да на конференции ты что сказал что life is good это вот фундамент моих инвестиций правильно сейчас феноменал токен называется там он в битках работает пациент тоже идет битка там токен который растет все время и там тоже есть ломбардный кредит то есть ты покупаешь лицензию потом покупать все токенов и 60 процентов под стоимостью токенов можешь сразу вывести кредит не обязательно гасить просто он тебя сам там через примерно там 60 70 дней загасится и ты можешь опять вести то есть такая появилась я сейчас буквально вот недавно в него зашел сейчас тоже таким купится и буду выводить так я вот просто хотел показать вот тоже вот кто там смотрит прямой эфир как считается сложный процент просто немногие это проверяю до 1000 долларов нету но если у тебя есть 1000 долларов то ты можешь в акции в облигации вложиться и каждый день по диску ой каждый месяц по дисциплине откладывать там даже по 5000 рублей у тебя там через 5 10 15 лет ну 15 наверное если взять то у тебя ты становишься нормально обеспеченным человеком 15 лет что-то тут мало как-то он посчитал у меня есть сложный калькулятор он очень классно считает на самом деле я все время им пользуюсь можешь в этом забить он ну прям там классно то есть там сразу забиваешь процент доходности за период количество периодов до вложения каждый месяц то есть ты можешь там бить настолько сложно я все время пользуюсь вот на всех этом презентации которые там делают там подобное там обзоры пишу вот им всегда пользуюсь потом ссылочку скину там реально классно ну да ну вот я вот посчитал вот смотрите через пять лет если вот тут по сто процентов в год они делают процентная ставка наверно не на год на год подожди на год 15 лет а 4 до вот смотрите сколько будет 5 лет 128 но самое вкуснотища начинается уже с пяти лет когда вот люди не говорят вау меня сто двадцать тысяч я мы живем давай квартиру покупаем машину что там делаем ремонт оставить и потом уже купить себе квартиру машину тящие бабки будут работать до тест оставляешь еще на пять лет вот 10 лет это уже 409 тысяч долларов а 15 лет это уже тринадцать миллионов сто семь тысяч не не четыреста тысяч а четыре миллиона за 131 миллион да получается ну да 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 три ноля потом 072 и 131 миллион вот смотрите пожалуйста как вот можно стать но это я так я даже вот давайте возьмем там тоже самый life is good допустим 1100 здесь поинтереснее будет наверное 1100 это первоначальный вклад слышь Володь многие при рождении ребенка на ребенку на образование вот вместо того чтобы на образование откладывать вот по этой стратегии да глядишь к 18 годам он уже мультимиллионер кстати да за 18 лет я говорю так люди в это в странах цивилизованных но и в европейских вкладывают в ребенка в детей когда они рождаются потому что у них развита вот эта финансовая грамотность у нас нашей стране у нас не только там во многих странах это просто не принято ну потому что рабам не нужна эта вся система рабы должны работать по-другому они вкладывают консервативные какие-нибудь страховые накопительные программы я знаю там процентов не будет так вот и смотрите life is good тоже меня просто где четыре процента в месяц вот у нас получается ну давайте даже три возьмем три процента в месяц среднее арифметическое на 15 лет то есть по 50 евро если вы будете вкладывать каждый месяц дисциплина у вас вот напишите в комментариях то на ю тубе там смотрят или кто там напишите вот у всех кто нас смотрит у андрея напишите в комментариях у дениса и у меня в меня уже написали здорово здорово никто не знает что завтра будет а вы на 15 лет завтра вот это вот это вот это мышление бедных людей кто там не знает что завтра там будет вот а если это все разрушится там но вы возьмите пять-шесть инструментов по четыре процента которые вам дают или по три и все и будет вам счастье вы вкладывайтесь в акции если вы там в компании не верите там в life is good вкладывайтесь в ETF фонд какой-нибудь ETF да это где сразу в одном месте 500 компаний вот у них вы покупаете ETF то есть вы покупаете сразу акции 500 компаний невозможно что apple тинькофф фейсбук twitter там amazon зум алибаба все это со скамится короче и все закроется понимаете вот вам пожалуйста ты этот процент ну я вот просто считаю вот смотрите да давайте посмотрим по 50 евро у кого есть возможность вот я не говорил 50 евро это сколько-то четыре с половиной тысячи рублей вот мы считаем сколько тут месяцах значит год год это вот три года вот уже 6 300 36 6 300 давайте пять лет пять лет это сколько месяцев у нас питье 1270 они 60 60 60 60 месяцев это пять лет через пять лет у вас 14 583 это вы вкладывали по 50 евро каждый месяц я напомню и давайте самое вкусное начинается у нас давайте 10 лет это 120 месяцев да вот у нас 10 лет это 120 месяцев вы вкладывали я напоминаю еще раз по 50 евро и по 50 евро вы инвестируете каждый месяц еще посчитай 120 на 50 перемножьте калькулятор чтобы было понимание но мы сейчас дамы сейчас посчитаем и за за 4 тыс еще там потом 120 ланов все давай 120 хорошо 120 мы 120 умножаем на 50 то есть своих денег вы закинули 6000 а у нас здесь 94 317 плюс почти в 20 и теперь самое вкусное 15 лет друзья 15 лет у вас уже на балансе вы вкладывали по 50 евро каждый месяц у вас была такая дисциплина и вас на балансе пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьдесят долларов по евро евро извините ну или долларов там куда вы вкладывали да и давайте теперь вот эту вот цифру коту это ваша пенсия смотри перебью немного смотри даже вот сто семьдесят девятый месяц и сто восьмидесятый ты посмотри какой уже заработок идет уже 15 там 16 тысяч долларов ну вот я говорю да вот мы сейчас считаем да вот вы все вы 15 лет откладываете потом вы короче все снимаете каждый месяц прибыль то есть мы делим на 100 вот так сейчас я вижу ладно сейчас я открою калькулятор давайте вот такое так видно пятьсот шестьдесят четыре тысячи ноль восемьдесят евро делим на сто один процент и один это один процент а вы получаете в месяц три процента минимум ну там 23 16 тысяч девятьсот двадцать два евро вы получаете теперь через 15 лет каждый месяц и умножаем на курс евро девяносто один то есть вы через пятнадцать лет инвестировав всего 50 евро в месяц четыре с половиной тысячи рублей вы зарабатываете по полтора миллиона в месяц пенсия как вам пишите как вам пенсия на снова лучше по четыре с половиной тысячи в месяц откладывать на пенсию вот так вот вот так работает сложный процент и выпи мы вот если берем такие инструменты как там допустим реголит там амир капитал наш фонд допустим life is good еще там ряд компаний в бизнесов сейчас очень много интересных хороших вот у нас закрытом клубе тоже вот в три бизнеса я сейчас тоже буду входить но не могу сказать уже открыто потому что эта информация для вип-клиентов будет где которые бизнесы тоже будут давать мне там три бизнеса один двадцать процентов в год другой бизнес двадцать шесть процентов это работающий схемы уже сейчас который приносит такие проценты и от двадцати шести до тридцати восьми процентов в год вот три бизнеса у меня есть куда его часто же там по несколько миллионов рублей в каждый буду инвестировать это же вот распределять свои риски недвижку пожалуйста тоже если вы возьмете тоже туда распределите если у вас будет грамотно все распределено и хайпы и консервативные инструменты и там я не знаю там акции облигации если вы войдете даже в акции в облигации если вы заходите на 15 лет на 20 инвестируете там по 5 там по 7 тысяч рублей в месяц то вы выходите тоже но там конечно поменьше не как здесь там 4 процента в месяц там в год 20 или там 1 и 6 процентов в месяц конечно поменьше но все равно примерно на такие же результаты примерно в этом в курсе вам мир капитал есть счет по моему стабильный называется на девяносто шесть месяцев я туда просто закинул 50 долларов то мне что-то там набежало по партнерке я думаю что они болтаются куда из думы закинул и у меня через девяносто шесть месяцев 50 баксов то есть я не вывожу просто если конечно он будет работать только то это получится раз в районе по моему там что-то 13 тысяч долларов ну что составляет примерно один миллион рублей ну я же говорю уже полгода у меня уже лежат 90 месяцев работать а ты в какой крипте в эфире закинул нет там в юсдт-шках а ты в юсдт-шках у меня просто лежала ну чё 50 куда девать стабильно что это такое ну-ка ну-ка посмотрел а ну-ка я еще думаю хайпану видосик запишу как я с 50 баксов планирую миллион заработать рублей ну да кстати хороший будет видосик ну да если 8 лет проработает аминк а если бы ты в эфире забросил 50 тоже на стабильные вот там надо посмотреть по моему там вот именно вот этот стабильный он только в долларах а в долларах накопители которые но то есть вот обычный твой стандартный он там в эфире да у меня там эфиры работает немножко битка вот этот именно накопительный там ниже который идет на 96 месяцев он по моему только в юсдт-шках там посмотри если у тебя там сейчас под рукой глянь но по моему там юсдт все но я сейчас сейчас не буду уже отвлекаться там а вот это пишут да там только в долларах юсдт да все накопительный только в долларах на ну все тогда все правильно сделал то есть тогда то сидел думал чуть в эфирах есть на чуши ты так про это сам профукал понятно так ну что час 16 мы уже вещаем ребят если есть какие-то вопросы задавайте поотвечаем сейчас наверное слова надо разыграть меня тут есть тоже вопросы хотя не вопросы тут так пишут значит а по геймплекс какие-нибудь мысли есть кемплексе кстати там произошел рестарт кто там с нами был но в безубыток мы успели выйти мне предлагали выходили да я посмотрел что он уже давно работает обзоры пострел не старые думаю не ребята вы что-то уже очень долго работать хотя видел у тебя там обзоры там еще у там у других ребят блогеров я там всего два обзора записал еще на старте все потом я видел то что они давно записаны как-то часто вообще посягну еще и писать начали мне не сама не буду так на вопросов вроде как нету на моем канале тут задали вопрос разве можно совмещать light и другие пирамиды так сформулировано мы не мы не говорили про пирамиды какие другие пирамиды мы тут мы его по всем рассказываем и по пирамиды сейчас видимо не понятно что пишут владимир все проекты так рассчитывают только не живут они столько ребят сейчас был расчет не проекта то есть понимание должно быть на примере проекта на примере тех процентов которые платят есть же ну вот 4000 долларов ты считал это же не проект был это был инструмент это и не проект это вы вкладываете вообще-то в и пиошки это в акции в облигации фондовый рынок вы вкладываете сейчас речь о нем шла у володи это не какой-то проект был не какой-то хайп конечно regalit это всего лишь как бы компания которая связан связывает тебя с брокером и у них на сайте вот вы проходите регистрацию у них то что на брокере отображается отображается это как картинка дублируется на их сайт то есть как для визуального соотношения чтобы понять сколько ты там заработал как в каких ты а пиошки зашел сколько процентов заработал чтобы тебе было что показать своим партнерам если ты строишь партнерская программа уже есть да у них партнерка тоже от заработка твоих партнеров то есть партнер заработал на пиошки сам прикольный кстати маркетинг а конечно поэтому вот смотри вот я тогда такой вопрос задам вот есть допустим форекс брокеры которые на рынке давно типа альпари там робо форекс и так далее там 10-20 лет на рынке но есть новые брокеры которые ну наверное помнишь был такой момент который скаменит там форекс тренд форекс ммс пантеон финанс и так далее то есть вот опять же ты рассуждаешь вот есть брокер на который мы заводим деньги и растим капитал а есть вероятность что брокер может скомонуть были такие случаи ну конечно есть ты же эти случаи перечислил как где произошел скам же брокеров просто здесь да я я привел примеру форекс брокеров я не знаю может быть брокеры работающие с акциями там как-то они по-другому они не так или на него практически то же самое или то же самое просто надо выбирать надежных брокеров у которых есть репутация у которых есть что-то там за плечами которые работают уже там у них лицензии там все вообще все моменты ну допустим с freedom финанс почему работают все по и пивошкам потому что у них целый холдинг у них есть брокер у них есть банк банки по всему миру у них есть там лицензии они между прочим там единственные ну там то есть российские ребята но они получили американскую лицензию даже у этого у сбербанка такого нету потому что это геморрой вот они это все сделали то есть это у них есть свои акции они тоже вышли на ipo а на ipo просто так туда это это не как оси о проекты которые короче вот были собирали деньги там семнадцатом году и все и кидали всех на деньги там все эти оси ошки запускали все кому не лень лишь бы бабло сик состричь с хомяков и все и уйти с рынка здесь такого нету здесь чтобы выйти на ipo ты там вообще такие структуры проходишь сейки там всякие и все если ты там что-то там где-то накосячишь там тебя все сразу тюрьма а у них freedom финанс допустим они вот у них есть акции причем они неплохо тоже растут вот у меня девушка там знакомые она закупила freedom финанс вот на той неделе на 23 тысячи долларов она взяла и уже через несколько дней там ну короче 900 долларов у него просто прилипло потому что акции чуть там под выросли сейчас тоже буду закупать потом вы работаете вот я сейчас тоже заказал карточку альфа банка у них там свой брокер альфа дирик там свои условия свои акции то есть вы работаете тут тоже с рынком здесь тоже андрей также как и везде или денис идет распределение то есть ты не держишь деньги в одной корзине для того чтобы работать с акциями с облигациями то тоже заводишь там пять брокеров допустим и в каждом у тебя определенный пакет акций облигаций то есть ты также здесь делаешь безопасность насчет того что ты сказал если скамится какой-то брокер то у тебя еще там четыре брокера остаются если у тебя там деньги тоже лежат вот и все так такая же система здесь все один в один как мы работаем с хайпами и то же самое там легко это все эти какие там акции облигации покупать то есть там также распределяешь допустим риски ты там покупаешь акции по разным отраслям то есть в эту зашел там в отрасль нефтянку да купил акции там роснефти там еще что-нибудь зашел купил акции там я не знаю айти компании микрософта там зум конференции вот онлайн что связан связано зашел в акции купил медицины там еще короче подрослям распределил тоже такой же ты себе портфель составляет чтобы у тебя портфель балансировано работал облигации там сделал драгметаллы короче это на самом деле вот я говорю я вот сейчас все больше в это вникают вот я говорю разве разобраться можно еще особенно если ты найдешь людей кто в этом разбирается и будешь у них учиться то ты там даже через год уже будешь профессионалом и я ну собираюсь им стать то есть через год я уже у меня будет хороший портфель я там тоже буду эксперты специалист через год поработав с этим тоже год там несколько может быть так что все дедушка уоррен баффет начинал свой путь в инвестициях 1941 году когда ему было 11 лет и он купил свои первые в жизни акции ну про что я говорю вот он как раз вкладывал куда деньги ребята кто там смотрит наш эфир ворон баффет фондовый рынок покупал акции облигации и все остальное смотри сейчас вовсю крутят рекламу мобильных приложений и по установил приложение и приложение тебе формирует портфель подсказывать да хорошая тема да пожалуйста тоже вот в тинькофф карточку заводите там сразу открываете брокерский счет там есть кнопка сформировать портфель он тебе подсказывает что там купить но так оптимально да на данный момент времени формирует в тинькове кстати охрененная просто статистика то можно там за год за пять лет посмотреть там за два как компания росла как там акции падали ну короче там такая и в этом в альфа банки альфа дирек там тоже вот классная статистика мне нравится вот поэтому ничего сложного надо разобраться просто вникнуть в это все дело и просто зайти не бояться там что вы там а вот как денис там у меня там я еще ель по его и еще и развернули да я так тоже я вот я тебе говорю денис я вокруг акции облигации ходил целый год я год назад уже купил там покупал сигналы для закрытого клуба давал целый год человек там каждый месяц там формировал детям свой портфель то есть показывал что он берет у него там маленькие дети вот он там до 18 лет а он уже 15 лет на рынке этом развивается вот я ребятам давал это бесплатно я закупал там часть а сам не заходил то есть ходил около думаю надо там короче еще подождать еще одного обучения прошел еще вот час у меня четвертое обучение вот я уже все там в обучении надо там домашние задания там открыть брокерский счет об открыть накопительный счет купить драгметаллов там на сбербанке просто в онлайн там есть купить короче там доллары так на этом на тинькове можно доллары вот чтобы не в этом не в обменнике стоять с бумажками с этими старая тема а в брокер заходишь или в брокер через брокера там комиссия меньше тоже такие задания сбербанке там есть ты счет просто открывать все долларовые у меня допустим вот то что с ютуба приходит у меня есть счет в сбере именно долларов и мне на него прилетает то есть когда там 100 долларов накапливается там раз за там три месяца грубо говоря клоп прилетела вот и потом с этого счета и на него можно купить доллары и с него можно как бы продать доллары получить рубли сразу же вот то есть не выходя реально никуда и просто на карте грубо говоря все в онлайн-банке классно так руслан гримов пишет inside bitcoin 2022 году x3 эфир xx5 да вообще легко даже нет какой там год 22 я думаю что 21 уже x3 будет или вообще вот ближайшее время я тоже честно думаю что в ближайшее время тут как раз вопрос задают как думаете когда биток будет 20000 я думаю что вот он сейчас уже будет буквально а может быть к новому году уже будет 25 возможно потому что когда он будет 25 то будет вообще такой хайп хороший потом опять будут люди также там как это эффект упущенной прибыли когда люди там все биткойн 25 надо закупать закупать закупайте пойдет вот это вот движуха и маляческих забреют четыре года будем сидеть там где-то в днище может будет возможность закупиться вот мы когда короче биткоин рухнул вниз вот мы эти все годы брали и закупались 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 и мы в с этих короче закупов сейчас вот сделаем состояние кто вот в нашей команде был и слушал нас тот нормально кто будет закупаться по 25 тысяч долларов тот будет большой у того будет большой облом ну да большая прибыль не но они в какой-то момент времени потеряет на какой-то промежуток времени если ковушки железные выдержит не продадут то тогда в минусе не будут но придется подождать опять же несколько лет потому что в любом случае ситуация повторится такая же как была и будет исторический максимум потом она опять также все рухнет будет потом какой-то промежуток времени держаться внизу ну как это вот было вот сколько третий сейчас третий этап идет уже да там этот момент когда там все штормилось так дым какая у тебя еще закупана крипта кроме эфира да мне чуть битка чуть эфира ну и все остальное но на бирже там есть там полка дот по моему трон чейн линк по моему чуть что-то еще было а призма у меня там больше ста тысяч сто с лишним ну вот как то так чё ребят давайте наверно global star club возможности безграничны